Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Фигурка, а меня зовут Костя Лесик. Это интеллектуальное шоу Квизл, где мы выясняем, кто же лучше всех разбирается в фигурном катании. И давайте перейдем к нашим гостям. Хореограф, фигурист, солист шоу Ильи Авербуха. Самый популярный фигурист в ТикТоке Артем Федорченко! Ура! Аплодисменты, аплодисменты Артему! И прекрасная, несравненная чемпионка мира среди юниоров, призер чемпионата России по фигурному катанию, журналистка, фигуристка, ведущая, моя соведущая на канале Фигурка Анастасия Скобцова! Ура! Рассказывайте, как у вас дела, какие планы? Я так понимаю, вы оба заняты постановкой программ. Сколько программ ты уже поставила? Я поставила, ну не знаю, программ, наверное, уже 15-20 точно. Но я не так давно, а нет, больше, больше. Но это за все время? Нет, за весной. Артем, какая у тебя сумма будет? Ой, я точно не назову, но много. Больше, чем у Насти? Абсолютно точно больше. Ну не 100, но... 99 где-то. Ну приблизительно. Ладно, ну я знаю, что ты сотрудничаешь с Настей Зининой. Расскажи, как это прошло, что интересно? Да, работаем сегодня с утра, работали. То есть это ежедневный процесс, очень энергозатратный. Это не просто прийти и поставить, это ежедневная работа, отработки, программы. Потому что ты выучил, закатал и нужно это расширять, расширять амплитуду движения. Это все очень муторно, долго и вообще. Капец. Ну у нас будет веселее сегодня игра и быстрее. Ну мы увидим программу на контрольных парокартах, кайфанем все. Я очень. Я вообще свято буду в это верить. Да, будешь стоять. А ты за бортиком будешь стоять? Я буду в этот момент катать шоу в Сочи. Переходим к игре. У нас 4 раунда. Будем с ними знакомиться по ходу. Первый раунд, шестиминутка. То есть разомнем наши мозги, вспомним какие-то интересные факты о фигурном катании. Соответственно, у нас игроки по очереди отвечают на вопросы. У вас будет 4 варианта ответа. В случае правильного ответа игрок получает 10 баллов. Если игрок ответил неверно, его соперник получает шанс ответить на вопрос и эти 10 баллов себе забрать. А почему шестиминутка? В танцах на льду разнынька длится 5 на миг. Да ладно? Да, чем выбор об исполнил вообще? Ну, потому что, чтобы тебя слить. Понятно? Хорошо, что сразу сказал. Люблю честность. Тогда понятно. Решайте, кто первый. Настя, ты готова? Да, давайте. Я не готова, но я первая. Это всегда так было по жизни. Настя, первый вопрос. Кто из российских фигуристов первым в истории исполнил 4 четверных в одной программе на международных соревнованиях? А вариант А Александр Самарин, вариант Б Дмитрий Али, вариант В Макар Игнатов и вариант Г Марк Кондратюк. Так, ну подсказывай, Тёма, что ты молчишь? Я думаю, что ты знаешь. Так, сейчас, подождите, мне нужно напрячься. Все еще выступают. Да, они все молодые. Я думаю, что это вряд ли Марк, потому что он чуть позже уже катался на международном уровне. И я уверена, что до него ребята точно делали 4 четверных. Я думаю, что это либо Дима, либо Саша Самарин. И твой ответ? Саша Самарин. Саша, в чем проблема? Олив, Олив. Олив, да? Подожди, сейчас Артем отвечает. Олив. И это... Марк Кондратюк. Нет. Макар Игнатов, да. На Гран-при в 2021 году. Да, вы потом извиняйтесь перед ним много раз. Но да, 0-0 у нас после первого раунда. Обличает Артем Федорчик. Сейчас вопрос будет, мне кажется, попроще. Как раз для соцсетей. Смотрим видео. Я, б***ь, сейчас вам здесь устрою такое. Вопрос. Что хочет устроить Никита Джигурда? Катание фигурное, шоу ледовое, на коньках выступление или эффектное падение? Ну, звучит логично шоу ледовое. И твой ответ? Шоу ледовое. Смотрим правильный ответ. Ну, просто... Нет, просто почему ему такие вопросы, а мне такие, как так? Ну, так бывает. Я, б***ь, сейчас вам здесь устрою... Такое шоу ледовое. И Артем получает 10 баллов. Ой, Настя, сейчас меня будет издеваться. Будет, конечно, нехорошо. Но, Настя, прости, пожалуйста, третий вопрос. Кто из этих фигуристок был выше на Олимпиаде в Пекине? Екатерина Куракова, Анастасия Губанова, Екатерина Рябова или Виктория Сафонова? Кость, ты в бреду? Артем сказал. Артем сказал, Настя... Анна Щербакова. Нет, ну вот кто-то из них был выше. Ой, так... Ну, отвечает Настя, если что. Так, я думаю, что... А может... А я могу взять помощь зала? Ты можешь у Артема спросить, если он... Артем, ты как думаешь? Тогда мы с тобой договорились, что мы будем помогать друг другу. Это будет палец в небо, мне кажется, в моем случае. Но я тоже думаю, стою. Что-то Куракова, нет? Ну, вот у меня два варианта. Ну, какие? Вытаскивай просто из него. Нет, три варианта. Вообще четыре! Вообще четыре. Мне кажется, Куракова... Ну, просто надо первое выбирать всегда и все. Ну... Что дают, то бери. Первое, что выпало, то и... Екатерина Куракова. И это неправильный ответ. Настя, прости, пожалуйста. Удивительно вообще, невероятно. Как же я не угадала. Артем, у тебя есть шанс ответить на этот вопрос? Катя Рябова. Это... Она тогда чисто произволку. Нет, тогда нет. Что ж, правильный ответ Анастасия Губанова. Она заняла 11 место на Олимпиаде. Екатерина Куракова заняла 12-е. Виктория Сафонова 13-е. И Катя Рябова 15-е. Надо было смотреть внимательно Олимпиаду. Нет, причем всех смотрел. Я когда была Олимпиада, я просто много плакала, поэтому я не смотрела Олимпиаду. Глаза были заняты. Флэшбеки, Флэшбеки, Настя. Ну, прости, что я потревожил. Мою больную душу. Вопрос номер 4. Пародия на какого фигуриста не было в номере Матвея Ветлугина на турнире шоу-программ? Я просто сейчас уйду. Алина Загитова, Евгении Медведевой, Елизаветы Доктамышевой или Евгения Плющенко. Кого не было в номере Матвея Ветлугина? Тебе нужна помощь? Тебе нужна помощь? Стоп, это кому вопрос? Тебе. А, это мне вопрос? А я стою от нее ответа. Нет. Женя Медведева. И это правильный ответ. А я спрашиваю, почему ты не отвечаешь? Думаешь, что ли? Продолжаем. Камила Барлиева сказала в одном из своих интервью, Яне, чтобы всем нравится. Что мы пропустили? Яне, цветочек, чтобы всем нравится. Яне, котенок, купюра в 5 тысяч рублей или Анна Чербакова? Так, ну, последний вариант, очевидно, не подходит. Если бы это была я, я бы определенно сказала купюра в 5 тысяч рублей. Я тоже. Но, Камила, цветочек, может быть, она сказала цветочек? Хотя, честно говоря, давайте я не буду себе изменять купюра в 5 тысяч рублей. Нет, Камила так на интервью не могла сказать. Ну, зря. Ну, может быть, в следующих интервью мы дарим как бы возможность ей. Артем, ну, у тебя есть возможность ответить. Ну, два варианта. Ну, цветочек пусть будет, я не знаю. Это правильно? Цветочек? Настя, прости. Артем, деньги потом на карту переведешь. 5 тысяч. Да. Не-не, я хочу купюру. 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 Так, у Артему уже получается 30 баллов, да? Нифига себе. А у Настя ноль. Сейчас отвечает Артем. Какой из этих известных модельеров занимался фигурным катанием? Джорджо Армани, Ральф Лорен, Вера Вонг или Рикардо Тиши? Или Тиши, Тиши. Ну, не знаю. Можно я, можно я отвечу? Ну, сейчас, если неправильно ответить, у тебя будет шанс. Почему? Пусть будет Вера Вонг. Ну, конечно. Палец в небо. Это правильно. Да, это правильно. Да, красава. Это был палец в небо. Ну, это разгром. У меня будет на свадьбе платье от Вера Вонг, я уже решила. Я просто, ну, наугад сказал. Ну, так бывает. Я же не знал, что она с фигурным катанием. Я еще первый раз в ее фамилии услышал. Серьезно? Да. Тебе вопрос про танцы на льду. Внимание. Знаете, что самое... С кем не выступала в паре Анна Семенович во время своей любительской карьеры фигуристки. Да, Анна Семенович была фигуристкой, кто не знал. Александр Жулин, Денис Самохин, Роман Костомаров или Владимир Федоров? Я знаю точно, что она каталась с Денисом Самохиным. Это мой первый тренер, Денис Эдуардович. Я думаю, что не надо поднять свой архив. Я просто не отвечу сейчас на этот вопрос. Почему ты подумаешь? И это будет позор, я просто пойду домой. Нет, в следующем раунде ответишь. Ладно, в первом раунде мало баллов. Пускай будет Александр Жулин. Это правильный ответ! Настя, поздравляю тебя, ты распечатала свою таблицу турнирную с баллами. Продолжаем. Последний вопрос в первом раунде. И на него отвечает Артем. В платьях какого цвета фигуристки чаще всего становились олимпийскими чемпионками в личном зачете в 21 веке? Красный. Сколько олимпиад? Второй, шестой, десятый, четырнадцатый, шесть олимпиад. Синего и красного, черного и белого, красного и черного или синего и белого. Так, стоп, это уже интересно. То есть это два цвета больше всего. Так, ну давайте думать о личный зачет в 21 век именно олимпийскими чемпионками. Да, ну в женском детском катании, да. Так, давайте перечислять. У нас первое, что вспоминается, у Алины красная, у Ани оно было, ну такое красновато-бордовое. Вообще, я тебе могу сказать, что две программы, если что, мы катали, будем катать две программы. Коротко-произвольные? А, черт. Ну просто становятся олимпийскими после произвольных. Ну да, вот именно. Ну, они же без коротко-были. Ну, как будто бы, ладно. Так, ну погодите. Ну я тебе говорю, что мы считаем по сумме всех программ. У Ани была короткая программа, ну такое черно-белое, не черно-белое, черно-синее. Она была бордовое. Короткое. А, короткое? Черно-синее. Мы помним, синие были вставки, черное с синими вставками. Черно-белое-синее. Я помню, в начале сезона у нее было какое-то рожеватое такое. Это она другую программу в Каловосток. Да, она потом поменяла, да. А потом у нас у Алины черно-белое. Потом 14-й год, Аделина красная в короткое и произвольное сероватая. В шестом году. В шестом году выиграли. Мне было шесть, я не знаю. Мне было четыре. Сейчас, погоди. Ой, еще в десятый год есть. В десятом. Я знаю в десятых в танцах, кто выиграл. В одиночке плохо. Ну что, вы не знаете, кто выиграл в десятую олимпиаду? Ну, Константин, не все же в Крыси играют каждые выходные. Ну да. Так, ну давайте. Ладно. Давайте брать. Я просто не помню точно. Можно на основе этих сделать. Можно на основе этих сделать. Красный. А, смотри, есть синего и красного, есть красного и черного. Ух ты ж. Ух ты ж. Подожди, черный, черный. Мне кажется, не синего и красного. Мне кажется, это красный и черный. Красный и черный. Смотрим ответ. Верно! А теперь, скажите, мне теперь немножко стыдно, а кто в десятом, шестом году выиграл? В десятом играла Ким Юна. Ким Юна. Точно, точно. Ким Юна. Точно. А у нас же в Магонте. Я почему-то вспомнила Мао Саду, но... Сара Хьюз в саду второй или шестой выиграла? Константин, а как это вы не знаете, кто выиграл? А в 2006 году у нас выиграла, как известно всем, Сидзуко Аракава. А в 2002 году Сара Хьюз. Ну везде у нас Ирина Слуцкая была рядом, рядом, но чуть-чуть ей не хватило. В 2010-м Ким Юна, в 2014-м Дарина Сотникова, в 2018-м Алина Загитова и в 2022-м Анна Щербакова. И что ж, по итогам первого раунда у нас результат, если я правильно почитал, 50 баллов у Артема и 10 баллов у Насти, правильно? А мне Артем такой говорит, у нас будет отрыв в 200 баллов, ты уйдешь вперед. Я говорю, да-да-да. Продолжаем. Четыре темы по три вопроса, 10, 20 и 30 баллов. Фигуристы нажимают кнопку, кто нажал первым, может ответить. В случае неправильного ответа баллы минусуются, но можно не отвечать. Если игрок не дал правильный ответ, может попытаться его соперник. Я читаю вопросы или какое-то аудио, или видео, если вы знаете правильный ответ, вы нажимаете, соответственно, ответили правильно, получаете эту сумму баллов. Но неправильно, это минусуется. А сколько минусуется? Сколько сумма, 20, допустим, вопрос за 20, ответил, получил 20, не ответил, минус 20. Посмотрим на темы, фигурка и города, угадай фигуриста по статистике в Википедии, фигурное катание в искусстве и угадай фигуриста по голосу. Настя, ну давай, выбирай тему и номинал, сумму. Ну пускай будет, угадай фигуриста по голосу. Давайте за 20. Смотрите, сейчас играет голос. Я в минус могу? Если что про волосы не говорю. А, я в минус могу? Да. Не-не-не-не, 10, 10. Поехали, угадай фигуриста по голосу за 10. Ты отдохнул, все, и ты снова работаешь, снова пашешь и так далее. Сейчас ты сделаешь прокат, и тебе может не хватить ночи, придя, поспав, сделав, грубо говоря, массаж, в баню и так далее, ты можешь не успеть восстановиться. В то время, когда ребята вокруг тебя, которые по 18, по 17, по 16 лет, которые скачут. Макар. Нет. Можно, да, вариант ответа сказать? Нет, нет вариантов. Ну, имеется в виду, я могу предположить. Ну, это не Макар Игнатов. Я поняла, кто это. Ну, ладно. Так, сколько там было за 10? Настя, 0 баллов теперь получается. А я теряю тоже баллы, если отвечаю. Нет, ты можешь не ответить, ты можешь ничего не говорить, и тебе достанется только баллов. Я могу предположить. Ну, ты отвечаешь за баллы. Преколожи уже. Саша Самарин. Да, правильно. Поздравляю. Как? Почему так у меня? Ну, ладно, ладно. Артем, выбирай тему. Пусть будет фигурное катание в искусстве за 20. Сейчас перед вами описание фильма, и вы должны понять, что это за фильм, и назвать название этого фильма. Ну, хотя бы часть названия. Я знаю. «Звездуны на льду», мой любимый фильм. Абсолютно верно! Ты не смотрел? Нет. Откуда ты черпаешь вдохновение, Артем? Это не там, где в паре катались? Да. Два музыка в паре катались. Да, это фильм. Ну, я его, может, смотрел когда-то. Настя, ты ответила правильно, поэтому ты выбираешь следующую категорию. Фигуриста по статистике Википедии? Да, сколько? Десять. Ну, фигуриста может быть из любого вида, из четырех. Так, а года написано, я вижу. Да. Я вижу год. Чемпионат мира, пятнадцатого года. Мир, Европа. Потом еще один мир, да, у нас был в двадцать первом году. Так, ну, это кто-то, кто на Олимпиаду не поехал. Кто? Наверное. Кто не поехал на Олимпиаду? Хотя, я не знаю. Кто у нас на Олимпиаду не ездил? Посмотри, как карьера длинная. Это экстремально сложный вопрос вообще в целом. И категория. Просто все четыре вида, и ты начинаешь перебирать просто все. Ну, у кого длинная карьера, и кто не ездил на Олимпиаду? Нет, это очень похоже на танцы, но это не могут быть танцы. Хотя нет. Кто у кого длинная карьера? Чемпионат мира в пятнадцатом году. В пятнадцатом году все, вот, как на всех, победа. Женя! Лиза Туктамышева. Правильно. А, нет, побольше победы у Жени. Правильно, 70 баллов у... У кого длинная карьера, и кто не за ней. Да, 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 да. Выбирай категорию, Артем. Так, это было за сколько? За 10 или за 20? Ну, за 10. А, ну, логично, ладно. Так, просто не хочу терять. Вообще не хочу. Пусть будет за 10, пусть будет фигуркой города. У меня очень плохо с географией, но погнали. Почему бы и нет. В этом городе должен пройти чемпионат мира 2020 года, но его отменили из-за коронавируса. Тем не менее, АСЮ вновь доверил ему важный турнир, который пройдет там уже в 2024 году. Назовите город. Ну, не поехали. Я тоже уже беру билеты, кстати. Настя, соберись, ты же знаешь, давай. Я вообще, ну, не ваше предположение. Все молчат, я додумаюсь, подождите. Чемпионат мира уже, получается, в следующем сезоне будет там. Нет, я не буду гадать, мне жалко баллов своих. Ты не будешь гадать. Ну, это Монреаль. Канада. Чуть не сказала Турин. Настя, давай, ты выберешь тему. Так, ладно, давайте фигурное катание в искусстве 10. Последняя десятка. И потом уже будем играть по-крупному. В 1988 году эта фигуристка выиграла турнир на призы газеты «Московские новости». В 1994 году угодила в крупный скандал на чемпионате США. А в 2017... Да, блин. Тони? Тони? Харрд? Тони Харрд. Да, да. Да, блин. Так, неуверенно про рыбу. Надо читать синизу, понимаешь, сразу. Да, 10 баллов Настя зарабатывает. И выбирает категорию следующую. Я больше фигуриста по статистике не выбираю. Давайте по голосу 20, попробуем снова. Пробуем, слушаем. То есть просто вышел, сделал свое, ушел. А если... Есть ли отличия? Отличия, естественно, есть. Даже по названию можно понять. Это гран-при, чемпионат с Компетербургом, разные вещи. Совершенно. Ты говоришь, обычно... Зачем я нажал? Так. Ну, допустим, это Алиев, Дима. Неправильно. Минус 20 баллов. Слушаем до конца, Настя. Ты можешь послушать до конца. То есть просто вышел, сделал свое, ушел. А если... Есть ли отличия? Отличия, естественно, есть. Даже по названию можно понять. Это гран-при, чемпионат с Компетербургом, разные вещи. Совершенно. Ты говоришь, обычно тренировка, но все-таки не на каждом. А, что я нажимаю-то? Я и так отвечаю. Это Глеб. Правильно. 20 баллов. Ну, Настя все-таки догадалась. Я все-таки брала один. Серьезно. Вы сравняли с тобой, он 50-50. Я не отвечаю больше. Я хотела сразу ответить, но подумала, ладно. Настя выбирает, я отвечала. Ну, фигурка и города давайте. Сколько, сколько? Статистику 20-20, конечно 20. Благодаря Елизавете Дуктамышевой и Татьяне Тарасовой мы знаем, что поезд в этом городе. Глазов. Да, правильно. Просто недавно про эту шутку. 20 баллов Артюн просова. Выбирай категорию. Так, пусть это будет угадай фигуриста по статистике за 20. Окей, последнюю. Забираю. Забираю. Старые года и очень много золотых медалей. Лекарный бабай. И сразу три, получается, Олимпиады. И вообще бесконечные победы. 67-го. Три Олимпиады. Три Олимпиады. Любой. А где три Олимпиады? Ну вот, тут два ряда прям у нас не поместилось в один. Мне так сытно, потому что у меня прям с историей фигурка, они большие проблемы в какой-то жизни. Ну и у меня, поэтому. Я могу начать подсказывать. Пока я подсказываю, кто из вас рано или поздно придет к правильному ответу. Нет, можно вопрос? Скорее всего, это танцоры, потому что это очень большой период. Это очень много. Не факт, что танцоры. У нас четыре вида. Либо пары. Смотри, да, действительно, это совет представителей сборной СССР. Я подскажу. И это не танцы. Не танцы. Не танцы. Стоп, стоп. Ирина Роднина. Правильно. Три олимпиад. Обеим засчетывается. Потому что я не нажала, я первая сказала. Надо нажимать кнопку. А ты тоже сказала? Нет, ты должна нажать кнопку. Все, все, я поняла. И тогда сработает. Просто у меня недавно где-то попадалось. Артем, отвечу, выбирай. Фигурное катание в искусстве за 30. Погнали. Прослушайте четверостишия Феликса Кривина. Фигурное катание. В катании достигли мы вершин. И фигуристы славою увенчаны. Да, далеко не каждый из мужчин умеет так красиво... Назовите два слова, которыми это четверостишия заканчивается. Далеко не каждый из мужчин, Настя, умеет так красиво, Настя, умеет меня. Да, далеко не каждый из мужчин умеет так красиво... Два слова, да? Два слова. Я думаю, два слова, и, очевидно, должно биться в рифм со второй строчкой. В катании достигли мы вершин. И фигуристы славы увенчаны. Да, далеко не каждый из мужчин умеет так красиво... В парном катании особенно. Я знаю, что последнее слово – женщины. Но что, какое первое, я не знаю. Что делают в парном катании? Что делают с женщинами? Крутить женщину. Ну, суть в чем? Ну смотри, не каждый из мужчин. Что мужчины? Поддерживать женщину. Что плохие? Любить женщину, поддерживать женщину. Плохие мужчины. Альфонсы. Раскручивать. Бросать. Нажмите хоть кнопку. Да, далеко не каждый из мужчин умеет так красиво... Бросать женщину. Ну, по-другому скажи это слово. Кидать женщину. Бросить женщину. Умеет так красиво бросить женщину. Ну и что я никому не взял? Ну почему? Ну, он сказал, по сути, ответил. Ну ладно. То есть, когда мы вместе ответили, не нажало, да? Когда он словно неправильно. Я вообще-то первая сказала женщину. Я тебе говорю, посмотри на меня. Я вон бросаю. Меня хотят слить. Я тебе подсказываю уже. Теория заговора, это 100%. Давайте, мне понравилось. Угадаю я фигуриста по статистике в Википедии за 30. Ну, это так. Это уже... Так, подождите. Это точно должны быть танцы уже. Ну, это уже невозможно. Если знаешь, ты прямо будешь... Допустим... Ну, нажми кнопку. Допустим, Авербух. Правильно. Второе место Олимпиады увидел просто. Я уже просто молчу, потому что, ну... Ну, Настя, ну что, Артем... Мне лучше молчать уже. Уже... Уже моя едва... Ты уже, ты начала уже правильно думать. А второе танцы... Я причем подумала про Авербуха, думаю... Да, Настя, нет, опять сейчас скажешь, опять опозоришься. Опять все в комментариях тебя засмеют. А ну, Настя, Настя, молчи, за умный сойдешь, как говорит моя мама. Пусть это будет фигуриста по голосу за 30, но... Слушаем. Мне просто нравилось, в принципе, сам процесс тренировок. То есть, вот есть спортсмены у меня, которые катаются, и им нравится только соревноваться. Они катаются ради того, чтобы выступать на соревнованиях. А есть дети, которые, наоборот, говорят, ой, я не хочу на соревнованиях, можно вот я буду просто тренироваться, мне так нравится, просто учить новые элементы. Вот, мне нравилось просто учить новые элементы. Фетченко. Правильно. Софья Анатольевна Фетченко, тренер по фигурному катанию. Браво. Фигуркой города за 30. Да ты катайся красиво. Погнали. Последний вопрос. Именно в этом городе в 1896 году прошел первый в истории чемпионат мира по фигурному катанию. В Санкт-Петербург. Верно. Я даже знаю, кто выиграл. Кто? А это баллы будут? Панин, Коломин. Да, проверим. Итак, после трех раундов у Настис Кобцовой 80 баллов, у Артема Федерченко 180 баллов. Я правильно посчитал? В целом это как на любом чемпионате чего угодно для меня. Произвольная программа. Не случайно наши участники взяли планшеты с маркерами. Мы будем загадывать некое число, и участники будут писать, соответственно, свой вариант. И кто был ближе к правильному ответу, тот и ответит правильно. А что, писать число, которое ты загадал? Смотрите, будет вопрос, связанный с какой-то суммой, с каким-то числом, может быть с датой. Например, условно, какое место заняла сборная России в командном турнире на Олимпиаде в Пекине? Допустим, Настя думает, что второе, Артем думает, что третье. Мы смотрим ваши ответы, смотрим правильный ответ. Кто был ближе, тот получает 30 баллов. В данном случае Настя была ближе, потому что она написала второе и получила... Поэтому Настя теперь не 80, а 110. Если вы оба правильно, или у вас одинаковая близость до правильного ответа, вы получаете по 15 баллов. Вот Дружба побеждает, вы делите баллы. В декабре 2022 года Елизавета Туктамышева повторила рекорд по числу участий в чемпионатах России. А сколько их у нее всего? Йо, сейчас, погодите. Показывайте ваши варианты. 14 думает Настя, 15 думает. Ну, правильный ответ. 15! Вот это да! Вот это стопроцентное попадание! Какая точная! Не, ну, Настя, тут просто с тобой играет тигр какой-то. Я помню, что она первой в 13, и последней ей 28. А я вот 13 не помнила, я просто почему-то считала. Нет, она пропускала чемпионаты России, если что. Так что это изначально неправильная логика, но ты угадал все равно, поэтому опять пальцем в небо. Настя, прости. Продолжаем. Насколько баллов ставшая третьей на чемпионате Европы 2022 года Александра Трусова опередила занявшего четвертое место бельгийку Лубну Хендрикс? В сумме или в произвольном? В сумме. В сумме. Тут имеется в виду сумма. Была российская тройка. Камила, Аня и Саша. И вот Саша, который занял на третье место, насколько-то российская тройка... Ну что, считаем контент, Артем? Настолько-то опередила она бельгийку Лубну Хендрикс? То есть отрыв, грубо говоря, российской тройки четвертого места. Палец в небо тоже. Артем, что он написал? Двадцать четыре, двадцать пять. Спорим правильный ответ. Двадцать шеесть! Третий вопрос. На рубеже двадцатого и двадцать первых веков чемпионаты мира неизменно выигрывали Евгений Плющенко и Алексей Ягудин. Сколько лет подряд это продолжалось? Сколько лет подряд Чемпион мира выигрывали либо Ягудин, либо Плющенко? Блин, палец в небо сейчас опять будет сейчас. Пускай, вот просто от балды вообще. Тоже от балды. Примушусь от этого слова, реально. Ну, то есть... Ладно, балды. Настя, да, ты перепокажешь на этот раз. Восемь. Девять. Правильный ответ. Семь! Анастасия побеждает в этой битве. Пока что у нас 140 на 210. Просто два цикла зарубила и все. Следующий вопрос, четвертый. Все, пять будет. Сколько баллов набрала сборная России в командном турнире на Олимпийских играх в Сочи? Стоп, сейчас мне нужно будет напомнить. А у них там считались все баллы вместе или... А, нет, там же по десяткам. Там по десять. Всего восемь видов, смотрите, всего восемь видов, ну, четыре короткие, четыре произвольные. Максимум за один можно получить десять. То есть максимум всего это восемьдесят. А, ну все, сейчас... Сколько набрала сборная в Сочи? В Сочи. В Сочи. А здесь можно считать? Сейчас можно считать? Я буду считать. Подумайте, да, подумайте. Чтобы вы помните все результаты, ради бога. Подождите, десять это первое место, второе место получается восемь... Нет, девять сколько? Девять, да? Ну, девять, да. Так, значит, точно в небо. Все, человек считал? Все мои подсчеты, они, ну, просто не нужны. Подождите, мне уж нужно выбрать число для... Ну, да, максимум восемь, если что. Сделать подсказку дам. Настя, показывай. Сколько там? Подождите. Ну, что это? Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, вот пускай. Ну, вот чувствуется мне, так ощущается. Ну, сколько там? Семьдесят два. Семьдесят два, Артем? Семьдесят семь. Не может быть такого. Смотрим. Айя, Артем, ближе! Семьдесят пять баллов! Браво, браво! Подождите, а теперь давайте мне рассказывать. Мне очень интересно. Давайте обсудим. Значит, в короткие. Плющенко вторая в короткой. Женщина Лепницкая первая, вторая Костнер была. Костнер, а Маласада? Третья. А, Вова. Пары Траньков-Волосожар короткую выиграли. В танцах третий Боброва-Соловьев. А в произвольной Ильин-Кославов? Произвольная Плющенко первая, Лепницкая первая, Столбова-Климов первая и Ильин-Кославов третья. То есть четыре балла не добрали в танцах. Ну, за танцами я свое знаю, свое знаю. Последний вопрос, ой, самый веселый, я чувствую, будет. Давай. Сколько кристаллов на этом платье Софьи Самодуровой? Можно поближе подойти? Можно, пожалуйста. Подходите и разглядывайте. Погоди. Я просто сейчас посчитаю. Подождите, кристаллов или страз? Ты не посчитаешь. Кристаллов или страз, это разные вещи. Но в интервью было кристаллов. Их очень много. И было в интервью названо число. Интервью дизайнера платья. Она говорила, что на платье Софьи Самодуровой столько-то кристаллов. Настя, скажи мне примерное количество. Какое вообще примерное количество? Не скажу. Я просто даже не знаю, сколько примерно. Ну, я знаю, что пачка, упаковка, это примерно 100 штук. Но у меня разные платья были. У меня есть платья, у которых у меня там и... Ну, не тысяча, но около. Смотрите, на платье, которое мы в прошлом году сшили Соне Самодуровой, ушло для ее бурлеска только камней... Только камней ушло на 30 тысяч рублей. А, отлично, что ты это сказал. Я сейчас посчитаю сумму. А Сваровский или Асфур какие были стразы? Я люблю минимализм в костюме. Минимализм. Давай, ну ты фотки видел. Вообще без страз. Там больше одного. Я вот люблю, когда просто вкусно, красиво. Но ты видел, что там больше одного, да? Не люблю цыганщину. А, что еще раз? Ты видел, что там больше одного? Ну, если ты сразу написал... А, ну и больше одного. А, можно просто писать больше одного? Больше одного? Больше? Ну... Больше... Ладно, все, давайте. Пишем, пишем, пишем. Пишем. В студии заканчивается аренда. Пишем. Наугад. Тыкаем. Ну, я думаю, что все-таки меньше, но... Показывай. Мне сейчас страшно, потому что, по-моему, написал очень много. Две тысячи? Нет. Тысяча восемьсот. Я думаю, полторы. И правильный ответ. Десять, двенадцать тысяч. Это было из интервью. Да, двести пачек ушло. Десять тысяч кристаллов, двести пачек ушло кристаллов. Но ты ближе. Мам, прости. Я не знала, что она... Настя, ближе получается. Настя, ближе. Ну, отдай чуть-чуть. Подождите, я могу сказать послание. Мама, спасибо тебе большое, что ты клеила... Ну, просто я видела платье Сони, и у меня есть платье также усыпанное. Мама, спасибо тебе большое, что клеила ночами эти стразы. Я не знала, что их так много. Ну, я в шоке, правда. Сколько в среднем одну стразенку прикрепляется? Ты меня спрашиваешь? Времени. Я же занимаюсь на свободное время. Расклей. Я просто клеила один раз и чуть не умерла. Мне все пальцы вот так склеила. Значит, берешь клеить, вот так вот, точечки несколько, точечки поставь, раз, два, три. Карандашиком специально вот так вот с изнаночки их. Раз и два. А нельзя просто? Просто вот так вот термостразы. Кстати, есть такая история. У Артема 240, у Насти 170. Ситуация чуть-чуть выровнялась, и победить может любой из вас. Ну, я не побежу, никак не могу победить. Нет, ты победишь, если захочешь. Вопрос будет всего один. Один единственный финальный вопрос. Но прежде чем мы его вам зададим, вы должны написать вашу ставку. У тебя есть 170 баллов, у тебя есть 240 баллов. И эту сумму, какую-то от этой суммы, либо все, либо ничего, вы можете поставить. Например, вот у тебя 240 баллов. Ты решил поставить 40 баллов, допустим. Ну, можешь хоть 240. Ставлю 40. Ты отвечаешь правильно, у тебя в итоге 280 баллов. Отвечаешь неправильно, у тебя 200 баллов. Не отвечать, это приравнивается к неправильному ответу. То есть ты либо приплюсуешь, либо отминусуешь. А сколько решаете вы до вопроса? Вот у вас есть какое-то время подумать, сколько вы будете ставить, насколько рисковать. А до вопроса? До вопроса, конечно. До вопроса. До вопроса, чтобы вы поняли. Сколько у Насти? Можно 0 поставить баллов. 170? Пожалуйста. Ну, там, может, 0,001 поставить, не знаю. Чтобы какая-то ставка была. Давай ставим нашу разницу. 7 баллов ставим. Твою мать, как цифра 7 пишется. Погодите, сейчас, секунду. Где ее? Вы сделали ставки. Сделали ставки. Сейчас вопрос, связанный с фигурным катанием. Вы думаете и пишете ответ тоже на листочках. Погнали. 26 июня 2022 года вышло интервью Тамары Москвиной, где она заявила, что будет обращаться с жалобой в паспортный стол. Какую ошибку, по версии тренера, допустили в государственном учреждении? Сразу скажу, это была шутка Тамары Николаевны в ее стиле. Она пошутила. Я думала просто визу долго. Нет. Тамара Николаевна, я буду сейчас на тех пор подсказывать, пока никто, пока кто-то один не догадается, они напишут. Я знаю. Давай, пиши. Хотя нет, я не знаю. Нет, у меня, я догадываюсь, но, с другой стороны, если я, я не могу же не ответить, правильно? Ну, тебе, да, но мы можем чуть-чуть подольше подумать. Интервью может выйти в честь какого-то события. Ну, то есть, к этому человеку внимание. В какой день к тебе внимание, да? День рождения, понятно. Это день рождения. Может быть, да. То есть, коко-то может быть ей. Короче, все. Какую ошибку допустили по шутке Тамары Николаевны? Почему она будет жаловаться? Что случилось 26 июня 2022 года? Еще раз. Тамара Николаевна сказала в интервью, я буду жаловаться в паспортный стол, потому что они вот так вот сделали на самом деле. Да, 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 ну все, ответ понятен. Можно же говорить? Ну, блин, погодите. Ну, все, давай. А вдруг... Я не вижу, что это написано. А вдруг... Ну, я этим сейчас... А вдруг я этим обижу? Я не знаю. Там не обидно вроде. Не знаю, пусть будет вот так. Это наугад. Палец в небо. Ну, давай, посещал палец в небо, смотрим. Что? Что она не на пенсии. Перепутали дату, ну, год рождения, что она моложе своих лет. Тамара Николаевна сказала, в паспортном столе перепутали цифры местами. Я подумала, что... Я не знала, что... Я была не уверена, что я 81. Я почему-то думала, что я 79. Но я подумала, что неправильные цифры. Настя была права. Как бы тебе не было грустно от этого. Мне очень радостно. Я тебя каждую секунду рад видеть. Мы посчитали, что действительно, когда речь идет о возрасте, правильно говорить о дате рождения. И Настя Скобцова была права. Какие у вас были ставки? У Артема ответил неправильно. Настя ответила правильно. Смотрим на ставки. Ну, мы договорились. 70. 70. То есть у Артема 70 баллов. Вычитается. Таким образом у него становится... Просто выходить как это. И таким образом у него становится 170 баллов. А у Насти становится... А у Насти становится 240 баллов. И побеждает Анастасия Скобцова! Но Артем тоже молодец. Поэтому поаплодируем. Желаю тебе еще много программ интересных поставить. И чтобы тебя всегда по достоинству оценивали твои труды. Все. Дорогие друзья, у нас стал известен результат второго полуфинала. Анастасия Скобцова проходит финал, где ее ждет Эмма Гаджиева. Мы благодарим ребят за игру. Подписывайтесь на канал Фигурка. Ставьте лайки. Включайте уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Но и главным образом финал. Финал первого сезона, где сыграют Настя Скобцова и Эмма Гаджиева. Ведущая канала Фигурка. Так уж получилось. Вы сами видели. Борьба была вот так вот. До последней секунды. Ура! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова